Говорит шейх, что из самых скверных и низких нравов это жадность. Жадный человек, братья, это удивительная вещь. Жадный человек, субханаллах, это тот человек, который каждую копеечку высчитывает для других. Даже иногда некоторые для себя считают. Даже, братья, в благих деяниях эти люди бывают жадные. Поэтому, чтобы совершить благое деяние, он тебе говорит, брат, могу ли я дать обед, чтобы сделать то-то, то-то? Почему ты такой жадный, у раба Аллаха? Почему ты не делаешь это дело просто так? Почему из тебя вытащить это дело надо, субханаллах? Чтобы ты обязан стал. То есть, оно для тебя не обязательно, и поэтому ты это не делаешь. И ты хочешь себя обязать этим, чтобы это сделать. Поэтому, как пророк Али Сарату сам сказал, что обед, то есть путем обеда, то есть поклонения, которые бы человек жадный не делал бы, вытягивают из него, субханаллах, через обед. Аллаху и Муссар. Поэтому это очень скверное дело. И поэтому, братья, очень часто, то есть, есть такое предание у мудрых людей, что, братья, смелый человек, храбрый человек никогда не бывает жадным. Потому что храбрость его заключается в том, что он не боится бедности. Посмотрите на посланника Али Салатусам, когда он дал тому человеку столько-столько имущества, что он вернулся к своему народу и сказал, «О, народ, принимайте ислам, они вообще бедности не боятся». То есть это человек, который вообще бедность с ним. Говорит, ну все, забирай себе, Аллах. Вот эту долину можешь себе забирать, относи. Почему? Потому что пророк Али Салатусам знал. И из прекраснейших качеств пророка Али Салатусам это была что? Щедрость. То есть всегда к нему подходили люди, что-то просили. Даже более того, иудеи что делали? Нарочно делали вид, что они чихают перед посланником Али Салатусам. И пророк Али Салатусам говорит, «Юридуна нюбахилюня». Они желают, чтобы что? Чтобы я сжадничал. «О, я об Аллаху алейх и лассаха». Но Аллах, субханно, не желает для меня ничего, кроме щедрости. Ничего, кроме щедрости. Иногда, субханно, некоторые братья где-то собираются и так далее, если что-то покушали, каждый там свой счет оплатил и так далее и тому подобное. И ты говоришь, брат, почему ты так делаешь? То есть не проблема же иногда, либо скинутся, у этого нету, оставь, не надо его считать. То есть нет у него возможности. Твой близкий брат и так далее. Возьми один раз, ты ему купи. Один человек мне, братья, знаете, что на это ответил? Мы, говорит, делали так, а потом они, говорит, наглеют и приходят сами. У них нет денег, они приходят. Брат, субханно, насколько же ты далек, субханно, от истины. Всевышний Аллах, субханно, приводит тебе брата, который любит тебя ради Аллаха, субханно, но нет у него возможности. Он не может с тобой так же доставать, хорошо оплачивать. И он желает братства с тобой. И Аллах, субханно, желает благо для тебя, чтобы ты кормил этого человека. И ваше братство еще увеличилось, а ты говоришь то, что он наглеет, субханно. И прекрасная эта наглость, субханно, Аллаху муста. И даже если представим, что этот человек наглый, ну и что, твоя садаха потеряется, думаешь? Посланник Алиса там рассказывает про человека, который вознамерился ради Аллаха дать садаха. И скрыть это от всех, чтобы никто не знал. И он посреди ночи, в мраке ночи, вышел, положил кому-то в руки и убежал. И наутро, говорят, такому-то известному вору садаха ночью дали. И он говорит, аман тубиля, я верую в Аллах. О, Аллах, вору. То есть я хотел ради тебя, и получилось вору. Говорит, но я верую в Аллах. То есть Аллах, субханно, пожелал, значит, я еще раз делаю. Этой ночью то же самое сделал. На следующее утро, говорят, что прелюбодейки дали, известные прелюбодейки дали садаха. И он говорит, аман тубиля. Говорит, Аллахума аман тубика, говорит, алис зани. Говорит, о, Аллах, я верую в тебя. О, Аллах, прелюбодейки. Затем опять ночью он что, дал. И утром, говорят, такому-то известному богачу дали садаха ночью. И он говорит, о, Аллах. Хорошо, то есть богачу. И тогда ему было сказано. Откуда ты знаешь, говорит? Быть может, этот вор почувствует сладость благих, то есть дозволенных денег. Он оставит свое воровство. Что касается прелюбодейки, она также почувствует, что она может хорошо и благие деньги зарабатывать. Она оставит и покается. И богатый человек задумается, что он почему-то ему выплачивает, а я не плачу. Ты не знаешь. Что касается его садаха, все три дня были приняты у него. Потому что он сделал правильно. От того, что, то есть, люди, это имеется в виду, что, смотрите, в данном случае мы не говорим, что человек любому человеку дает и не переживает. Нет, ты смотришь, кому ты даешь, достоин ли этот человек, особенно если это вопрос заката и так далее. Но этот человек сделал это или нет? Он сделал, насколько можно. Но был мрак ночью, он не знает, кому он дает. И он, то есть, у него было свое намерение. Поэтому, то есть, если человек, например, его обманул кто-то, на самом деле не нуждался, а сказал, что он нуждается, его награда будет принята. Его награда, в Аллаху Тааля Аля, будет у Всевышнего Аллаха, Субхан Тааля. Что касается этого человека, если это его исправит, то это от Всевышнего Аллаха, Субхан Тааля. Если же это только его ухудшит, то пусть знает, что это, Субхан Тааля, по причине его скверного нрава. В Аллаху Тааля Аля.